Роллинг, известная Анна Кутюр, что вы думаете о вашем шоу сегодняшний день? Сегодняшний день? Это наш домик, мы делаем эти шоу каждый год. Я живу в Бруклине, и я работаю в Бруклине фэшн-веке. Это была моя первая фэшн-веке, три года назад. Это наш домик. Когда вы видите девушки, вы смотрите, что они стоят за джеллеры, за дизайн, за модель, как вы знаете, что работает и что нет? В самом деле, вы посмотрите на целый вид, потому что это будет отдельно, это будет не хорошо. Но все должно быть один изображений, и в самом деле, я увидела, как все работает, как модели представляют мои шоу, и как они были блестящими в солнце. Время изменилось, поэтому мы получили немного солнца, и потом мы получили солнце, поэтому мы должны улучшить эти шоу. Вы думаете, что шоу, что они начнут выглядеть в солнце, чем в шаге? Да, конечно, потому что мы комбинаем различные фабрики с денимом, и вы можете использовать это в день и в ночное время. И если вы выживаете шоу с нашими шагами, то это будет вечеринка, или вечеринка. Если вы выживаете шоу, то это будет обычная, обычная вещь. Почему вы думаете, что это важно, чтобы делать лук-бук прямо после и после фэшн-шоу? Вы выбираете лучшие модели для лук-бук, или как это связано с другими? Вообще, мы делали лук-бук после фэшн-шоу, потому что модели были fresh, и не устанавливаются, и счастливы. Но после фэшн-шоу, это все время улучшение, потому что фотографии, интервью, это очень сложный. И фотографии тоже устанавливаются. Сейчас фэшн-шоу уже закончилась. Как вы делаете следующий процесс? Как вы выясняете фотографии и видео, и как вы используете эту внимание, чтобы продвигать бренд? Какие следующие шаги для вас? Как вы делаете сразу после фэшн-шоу? Как вы делаете следующие шаги? В принципе, мы планируем еще одну фэшн-шоу-шагу. Это будет Miami Fashion Week. И когда наша коллекция закончилась, мы поставили все в инстаграме на нашем сайте и инстаграме, и мы продаем это. Как вы получаете эти шаги? Вы приглашаете важные, важные люди, чтобы приехать в шоу, чтобы увидеть это? Какой процесс для продажи? Как вы делаете в шаге? В общем, у нас есть фэшн-шоу фэшн-шоу для наших клиентов. И люди приходят случайно. У нас есть VIP-шаги для дизайнеров. У нас есть 10 людей для каждого шага. Но это VIP-шаги. А теперь, как вы получаете картинки? Как вы получаете уверенность, что магазины выпускают это? Вы хотите быть в Vogue? Вы хотите быть в Космополитане? Вы хотите быть в LA-магазине? Как вы получаете эти места? Не только в Чехской републике или в Украине. В Vogue-Украина и в Нью-Йорке. В общем, все магазины, как в Украине, мы отправим пресс-релизы и лук-шаги в интернет-магазинах. И они выбирают это. В Украине это гораздо легче. Что они выбирают? Они выбирают известные модели? Или они выбирают правильную картинку? Они выбирают дизайн? Что они выбирают? По-моему, они выбирают стенды. Они выбирают профессиональные картинки и профессиональные работы. Это все. Левый фитер должен быть на земле, конечно. Я понимаю, что правильная картинка, фундаментальные, должны быть там. Но как они выбирают? Кто в первом месте победит? Потому что они должны выбрать что-то сразу. Или если вы имеете в виду фото? Нет? У нас есть в ПР-департаменте. И все мы сделаем, конечно. У нас есть стильисты, которые делают новые фотографии для магазинов. И у нас есть наши агенты, которые представляют наши коллекции. И мы приглашаем наши коллекции к целибритам, для фэшн-шоу, для различных фэшн-шоу, для ТВ-шоу, для фэшн-шоу. И это маркетинг. И еще раз имя инстаграм? Кутур официальный. Спасибо. Кот!